Домашний матч против Амкара Домашний матч у нас Хави Гарсия, по-моему, на втором месте, у него три голевые передачи. Ну и давайте посмотрим, кто сегодня физически лучше готов к этому матчу. Так, я предлагаю Халку дать отдохнуть. Вот так вот. Поставим сюда Челха на глу. Неплохо, мне кажется, должно получиться. Артем Дзюба пускай отдыхает, Кокорин, Дани. Также, где у нас Черышев сегодня играет. Сделаем вот так. А Шатова здание местами поменяем. И сюда поставим Хави Гарсию. Хотя Хави Гарсию у нас тоже может. Давайте Юсупова выпустим. Почему бы и нет. Так, вместо Зуева сегодня выйдет... Сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Вместо Зуева выйдет у нас... Кто может выйти? Да давайте Нету выйдет. Дадим Зуеву отдохнуть. Сегодня Гарай у нас восстановил силы. Ну и давайте приступать к началу этой встречи. Ливень! Опять дождливая погода. Когда же уже будет солнышко? А напишите, ребят, в комментариях. Может, вы знаете. Может быть, это из-за того, что по стандарту в настройках чаще всего у меня стоит дождливая погода. Может быть, поэтому у нас постоянно пасмурно. Ливень сегодня вообще, посмотрите, льет как из ведра. Ну и это хороший шанс, чтобы мы с вами заработали еще три очка в копилочку. К сожалению, к сожалению, после напряженнейшей встречи в матче с Краснодаром у нас команда вылетела из Кубка России. Хорошо, Вицель. Юсупов! И 1-0. Хороший выстрел. И Кокорин делает голевую передачу. Выждал он. И уже, посмотрите, на третьей минуте очень часто мы забиваем быстрые голы. Здесь хороший пас на Кокорина. Он выждал паузу. И Юсупов с левой ноги, кстати, весьма неплохо пробил. Кто просил Юсупова в старте, вот, пожалуйста, ребятки, лайк за голы Юсупова. Ну и снова, снова, смотрите, Амкар начинает терять мяч. Хорошо. Шатов. Тащит мяч сам. Здесь, конечно, его несколько футболистов Амкара сразу встречают. Тяжеловато. Ну, а вот здесь нужно побороться за мяч. Шатов. Молодец. Ну и отдают. Просто отдают нам мяч. Вицель попросил мяч, но, к сожалению, Кокорин не туда немножечко выдал этот пас. Хорошо. Боремся за мяч. За каждый мяч. Снова Юсупов. И, может быть, издалее. И, кстати-ка, смотрите, снова голкипер не фиксирует. Не фиксирует сразу. Ну, скользко, скользко. Чтобы сразу... Ну, прям Амкар засел у своей штрафной обороняется. Ничего пока не могут придумать. Мы очень хорошо поддавливаем. Вот сейчас... Может, какая-то получиться атака первая. Но... Пока Амкар... Пока Амкар... Вяленько очень. Черышев. Шатов. Кокорин. Хорошо. Вицель. Смольников. 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 Снова с мячом. Ну и что, кто откроется? Ну, давайте так вот, через защитничков. Горай. Аккуратно. На Луи Шинету. Снова Смольников. Челха на глу. И штрафной. Штрафной удар. Челха на глу. Пытался на финте пройти. Луи Шинету. И опасный штрафной. Нет Халка, но есть Челха на глу. Мы тренировали им штрафные удары. 24 метра до ворот. Слишком сильно. Нет, смотрите-ка. В штангу попадаем. Мне казалось, что слишком сильно я нажал, но... А, все я... Нет, прям в крестовинку. Прям в крестовинку. Надо было чуть-чуть поближе. Но ничего. Почему-то вот в игре какое-то волнение, что ли, происходит. И... Здесь штрафные не так удачны. Хорошо. Денис Черышев. Ну и пенальти. Черышев заработал. Черышев и пробьет. Давайте дадим ему пробить. Посмотрите, какая... Интересная форма у голкипера. Разбег. Удар. И мяч вылетает просто из ворот. Пушечной силой был выстрел. Вицель. Пытался ворваться в штрафную. Ну, пока, знаете, особого напряга от Амкара нет. Чувствуется наше превосходство. И снова Юсупов. И, кстати, по-моему, дождь закончился. Ну, и вот Амкар пошел вперед. Не забили пенальти. И сейчас это может нам аукнуться. Кокорин. Ждет подключение Черышева. Черышева с мячом. Уходит от подката. И можно на дальнюю. Олег Шатов. Ну и вот гол. Вот он гол, ребятки. 2-0. Не забили с пенальти, так забили здесь. Черышев хорошо ушел от подката. И на дальнюю. И здесь Шатов уже расстреливал пустой угол ворот. Очень здорово. Ну, чувствуется превосходство. Чувствуется превосходство нашей команды. Это... Вот кто-то, помню, в комментариях говорил, что Борусия в Лиге Чемпионов в группе очень так яростно прямо играла. Здесь вот, ну, лично по моим ощущениям, я не знаю, посмотрим, как будет дальше. Но лично по моим ощущениям, кажется, что команды из других чемпионатов в той же Лиге Чемпионов играют более яростно, более такой интересный футбол, нежели команды из Чемпионата России. Я не беру, конечно, лидеров, но вот команды послабее, конечно, как-то вот... Не вдохновляют своей игрой, скажем так. Здесь был небольшой толчок. Смольников. Пас на Челхан Аглу. Сразу прострел штрафную и туда, посмотрите, ему обратно решили отдать мяч. Близится конец первого тайма. Олег Шатов здесь прессингует галкипера. Челхан Аглу навязывает прессинг. Ну и посмотрите, футболисты Амкара с дрожью в ногах перепасовываются. Пытаясь что-то придумать. Эсекель Гарай. Аккуратно выталкивает из штрафной и звучит свисток на перерыв. Ну что ж, 2-0. Незабитый пенальти и ни одного удара в наши ворота. Амкар просто не перешел даже. Хотя по проценту владения мячом у них поболее, поболее. Но не всегда, не всегда владение мячом сказывается на результате. Поэтому на табло 2-0 в нашу пользу. И 0 ударов со стороны Амкара. Ну вот сейчас второй тайм, может все поменяться. Ну и посмотрите, просто не попадает. Не попадает футболист. Еще один удар. Не попадает футболист Амкара уже в пустые ворота. Это опасный эпизод. Вот, не атаковали весь тайм первый. И, видимо, в раздевалке тренер сказал, что, ребят, ну, вы играете в футбол. Челхан Аглу. Черышев. Вицель издали попадает в игрока Амкара. Но здесь Гарай. Аут в пользу Амкара. Ушел, ушел. Тут же они его потеряли. Хотят побыстрее. Но не хватает немножко техники. Судья, спасибо тебе большое. Пытались мы сделать обостряющий пас. И опять все проскакивают. Что, мяч в руку попал? Возможно. Возможно. Не будем спорить. Подача. И здесь Ладыгин. Молодец. Хорошо. Кокорин. Смотрите, как глубоко оттянулся Александр. Пас в центр. Юсупов. Можно сыграть на Кришта. Так он и делает. Кришта набирает скорость. Эх, Юсупов на ложном замахе. Хотел уйти от соперника. Но не получилось. Олег Шатов. Увидел он Кокорина. Кокорин. Ух, Юсупов. Своему в грудь. Олег Шатов. И сколько рикошетов, а? И вот так. На отбив уже. Боятся все-таки футболисты Амкара, что третий гол прилетит им. Ну вот куда? Ну специально переключился на получение мяча. Какие быстрые перепасовки. Но тут горай. Ну вот, смотрите-ка. Все-таки получился вам кара-перехват. Вицели снова. Снова на перехвате. пирамяки. Какая стеночка. Удар поворотом. Но не сильно. Не сильно. Ладыгин мяч в руки забирает. Снова не точно. Ну вот начинают и наши футболисты ошибаться. Перевод на другой фланг. Тут Кришта. Ух, какой удар от Прудникова. И Ладыгин. В очень красивом прыжке. Переводит мяч на угловой. Снова Ладыгин. Вицель. Челхан Аглу играет на Кокорина. Кокорин. Увидел Шатова. Пытался Олег прострелить. В центр штрафной на 11 метров. Но, к сожалению, не получилось. И здесь аут. Давайте посмотрим по заменам. Кто у нас может выйти. Так, у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. Значит, у нас выйдет Евсеев. Давайте вместо Шатова. И вот так вот сделаем. И вместо Юсупова выйдет у нас Мигельдани. Вот так вот. И давайте Ткачука вместо Черышева. Попробуем. Три замены. Они произошли? Да. Забегал, забегал Кришта в штрафную. Не дали ему принять мяч. Аут нашу пользу Луишнету. Хорошо сыграл. Хорошо. Кокорин отыгрывает на Смольникова. Смольников набирает скорость. Не очень точный пас. Там еще и офсай был. Неудачный прием мяча. Но Амкар раскатывает. Им бы в атаку идти. Уже сидеть в обороне-то нет смысла. Там у них вон два футболиста сразу легли. Аккуратненько. Хорошо. Смольников. Играл на Кокорина. Здесь перехватба. Хорошо. Мигельдани. Финт. Чуть-чуть. Чуть-чуть, может быть, попозже бы его сделать. И так бы не перехватили. Нету. И успевает Гарай. Последняя. Последняя минута. Сколько судья добавит к основному времени матча. И Ладыгин молодец. Гарай. Снова успевает выбить мяч. Ну и аут. Аут в нашу пользу. Две минуты добавлены к основному времени. И все. Финальный свисток. Только я хотел закинуть на Челхан Аглу, который набирал скорость на правом фланге. Но судья решил уже не мучить Амкар. Во втором тайме они уже вышли более боевито. Но, к сожалению, у них, по-моему, всего был один момент. И мы смогли довести встречу уже до сухих 2-0. Смотрим, что у нас в офисе. Пресс-конференция. Срок заявки сборной. Так. Пресс-конференция. Нам нужно промотивировать нашу команду. Общение с игроками. Так. Однако, жажду шансов проявить себя нет, Бабурин. Не в Лиге Чемпионов. Сейчас нам нужны 3 очка. Мы играем с Гентом. И там, ребятки, действительно нужно выигрывать. У Гента пока 0 очков. Они проиграли Леону. Который будет играть с Барусией как раз. Ну а мы увидимся уже в следующей серии. Оставляйте свои прогнозы, комментарии. Ставьте побольше пальца вверх. Набираем 300. И следующая серия не заставит себя долго ждать. Огромное спасибо за просмотр. За поддержку. С вами был Локи. Пока.